...планеты под названием «Вашенье» и «Вашенье». Николай очень часто ездил туда в гости давненьким и наблюдал за Ксюшей ловкой украдкой. И вот, как он говорит, «От нечего делать» однажды написал Ксюше ВКонтакте «Привет, как дела?» Завязалось сообщение. Ксюша рассказала, что скоро приедет поступать в Одесский университет. Коля настойчиво сказала, что они должны будут обязательно встретиться. И когда эта хрупкая Апитриенко учила законы математики на вокзале, наш благородный жених приехал к ней на долгожданную встречу. И летя на крыльях ветра, Коля взял букет цветов и примчался к своей будущей супруге. Через время Ксюша ответила «Да» на вопрос Коля о том, смогут ли они встречаться. Она не догадывалась, что Коля влюблен в нее окончательно и безповоротно. Они были вместе даже тогда, когда их не было рядом с другом. Однажды Ксюша сказал Коле, будучи в Морциде, что сестра ее не пускает на майорку. Она обнекивалась очень долго, на что Коля, как настоящий мужчина, посадил Ксюшу на гербошу и понес решать вопрос ее пропуска у сестры. А он полез? Он уже просто жизни не представлялся на без Ксении. И, конечно, видя все серьезное соотношение Николая к Ксении, любимая сестра отпустила свою маленькую, такую любимую сердцем девочку. Они были каждый день вместе, даже когда Коле надо было уезжать. Даже когда Коля надо было уезжать, он остался, потому что Ксения не хотела его отпускать. Она просто все плакала и сказала, нет, я не хочу, чтобы ты уезжала. Она не хотела его отпускать ни на минутку, так же самое, как и Николай. Даже не случилась такая ситуация, что, имея свое личное авто, Коля каким-то образом оказался с Ксюшей в одной маршрутке. Все шло к тому, что они навсегда неразлучны. Эти чудеса будут постоянно. Они связаны с крепкой митингом под названием «Любовь». Николай сразу сказал всем, что Ксения ее невеста и точка. Ну, в общем-то, так и получилось. И вот однажды, когда Ксюша была на тренировке, он решился и купил ей кольцо. Он очень переживал, как романтический ужин он не успел сделать. Но это было уже не важно. Он просто спросил у Ксюши, будешь ли ты моей жена? Конечно. Она сказала, да. И вот сегодня мы с вами празднуем их самую романтичную и красивую свадьбу в мире. Я хочу, чтобы вы все подняли свои вокалы и громко и звонко прокричали «Петра горько молодым!» Горько! Горько!